Нина Кирилловна начинает занятия с разминки. Сначала дыхательные упражнения, потом легкая растяжка. Сегодня тренировка у спецгруппы. В ней самые сложные воспитанники педагога. Дети с тяжелой формой ДЦП. Эти ребята не могут самостоятельно передвигаться, максимум ползать. Задача для педагога – укрепить мышечный каркас. Условно говоря, оживить ручки и ножки. У кого-то гипотонус, у кого-то, наоборот, тот тонус повышен. Поэтому необходимо кому-то давать больше силовую нагрузку, кому-то больше растяжки давать. Ну и, естественно, на координацию движения мы работаем. Конечно, в этих группах дети себя чувствуют достаточно комфортно, потому что они занимаются с родителями, родители им помогают. В Иванове нет центра реабилитации для детей-инвалидов, а есть такой – Центр адаптивной физкультуры на базе спортивной школы номер 10. Здесь занимается около сотни детей с различными нарушениями. Есть инвалиды по слуху и зрению, есть ребята с расстройством психики или задержкой развития, есть представители маломобильных групп. Тренеры улучшают их физическую подготовку. Они не врачи, а учителя. Поэтому излечения здесь не ждут, но возлагают серьезные надежды на улучшение состояния. Спорт тут буквально ставят на ноги. Ваня занимается в Центре 4 года. Положительную динамику замечают все врачи – от ортопедов до неврологов. Раньше мы не могли даже приседать. Сейчас он полностью, практически это упражнение выполняет самостоятельно. Единственное, я его подстраховываю, чтобы он не упал. Вот и все. Сам самостоятельно отжимается, самостоятельно практически поднимает пресс, спину качает. В общем, все физические упражнения выводим сейчас на уровень самостоятельных выполнений. В мягких спортивных залах масса тренажеров. Ребята за полуторачасовую тренировку занимаются на большинстве из них. В зале обязательно присутствуют родители. Не только поддерживают морально, но и помогают выполнить упражнения физически. Так, подъем. Молодец. А еще выше. Один. Дальше. Как бежит космос? Ниже. Молодец. Выше. Выше, выше руки. Давай, поднимай, поднимай. Никаких поблажек и жалости. Чтобы улучшить состояние ребенка, усилия должны прилагать все. Тренеры в зале, родители дома. 24 часа в сутки без перерывов и выходных. Работа пахотная, но только так можно добиться результата. Приводят в центр десятки ребят, но прогресса достигают только самые упорные. Целеустремленностью и силой воли их родителей можно только восхищаться. Им хочется играть, заниматься своими какими-то делами, он сопротивляется. И вот это все через какое-то противоборство, то есть это терпение у детей колоссальное. Мы немножечко, видимо, крадем у них детство чуть-чуть. Но потом я надеюсь, что это воздастся и динамика-то есть. Из тренажерного зала в кабинет к психологу. Работа идет не только над физическим, но и над эмоционально нестабильным состоянием ребенка. Маша гиперактивная девочка. До занятий не могла усидеть на месте больше минуты. Сейчас, после нескольких тренингов, спокойно рисует, не отвлекаясь. Прогресс налицо. У психолога Моники Вожняк, польки по происхождению, свои методики работы. Не только с больными детьми, но и с их родителями. Без взаимопонимания и взаимопомощи результат не может быть достигнут. Моника учит. У ребят с ограниченными возможностями дополнительные нужды. Это обстоятельство необходимо учитывать. Они очень тяжело социализуются. Поэтому очень часто мы их не понимаем, потому что они воспринимают окружающую среду по-другому. Поэтому главным целем наших занятий, кроме того, чтобы улучшить, например, мягкую моторику, это то, чтобы дети находили пути общаться с другими, понимать мир. Занятия в бассейне – еще одна составляющая оздоровления. В группах по несколько человек их подбирают по схожести диагнозов и интеллектуальному развитию. Упражнения очень простые. Задержка дыхания, плавание звездочкой. Ребятам нравится. Тренировка воспринимается как игра. Хотя нагрузка большая и результативная. Детишкам очень сильно помогает плавание, так как у них плохо ручки, ножки работают. Есть какие-то проблемы с дыханием, также с собственным развитием. И вот это им помогает. Они начинают лучше как-то продумывать немножко все равно в голове. И как-то упражнения делать у нас с ними. Такой контакт очень близкий. В Центр адаптивной физкультуры приходят не за здоровьем, а для занятий спортом. Но результаты удивительные. Команда профессионалов, упорство родителей, старания детей, регулярные занятия и позитивный настрой. У некоторых самых тяжелых ребят из спецгруппы появился реальный шанс ходить самостоятельно. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.